Молодежные парламенты Это действительно впервые такой всемирный конгресс молодежных парламентов. И я выступаю от имени фракции, которая самая молодая по возрасту и уже больше 25 лет. Вот седьмой созыв. И у нас самый молодой депутат Василий Власов. Вот он здесь сидит. Важно, чтобы молодежь не чувствовала себя в зоне дискриминации. Чтобы она реже слышала слова «нельзя», «не положено», «еще рано». Чтобы это не вызывало какое-то отчуждение. И, конечно, старшие товарищи, им иногда тяжело общаться с молодым поколением, когда разница бывает 50 лет. А за это время произошла масса изменений, которые мы до сих пор еще, может быть, не все осознали. Поэтому, конечно, молодежь тянет заняться какой-то активной деятельностью. Им скучно просто в школе. Я помню, в университете уже преподаватель турецкого языка, он был более такой прогрессивный. Он понимал, что в аудитории сидеть всем скучно. Он нас выводил на улицу. Мы шли, он говорит, вот дерево по-турецки будет там агач. И мы быстрее запоминали, потому что нам было интересно. Мы видели то, конкретно, что он говорит. Это мешает сегодня, может быть. Трудно создать такую систему образования, чтобы молодежи нравилось. Трудно с работой. Опыта нету. Естественно, любой руководитель не хочет брать неопытных и доучивать их. Поэтому мы должны, все молодые депутаты всех парламентов мира и молодежные парламенты, все стараться выработать такое законодательство, чтобы не было безвинно осужденных, чтобы никого не могли привлечь к ответственности за перепост, когда человеку просто хочется эту картинку на свою страницу поместить или эту фразу. А он еще не понимает глубины. Но я хотел бы, чтобы встреча в Москве, я должен заканчивать, принесла пользу. Чтобы не было границ для вашего движения по планете. Чтобы никто вашей фамилии не вносил в список нежелательных персон. Это отвратительно. Чтобы никто нигде не отключал микрофон. Чтобы не было той цензуры, которая вам не нравится. Но чтобы вы договорились, что все-таки есть какие-то ограничения, когда нельзя, чтобы слишком много было той информации, которая наносит вред нам всем. И, конечно, нельзя, чтобы теракты или убийства массовые шагали по планете. И последнее. Бороться с чувством мести, чувством ревности, чувством зависти. Это три самых страшных чувства, которые толкают человека к нехорошим поступкам на протяжении жизни. Да мимо проходите этого. Я желаю вам, чтобы вы спокойно смотрели на жизнь. Чтобы вы, может быть, даже не очень реагировали. То есть нам всем нужна честность. Давайте за это вместе бороться. Спасибо. Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский потребовал вернуть сенатору Елене Афанасьевой должность заместителя председателя комитета в Совете Федерации. В партии отставку связали с ее голосованием против пенсионной реформы. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратился к спикеру Верхней Палаты Валентине Матвиенко с требованием вернуть члена партии ЛДПР сенатора от Оренбургской области Елену Афанасьеву на должность заместителя председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству. Мы продолжаем. Госдума готова отказаться от нормы регламента, разрешающей лишать депутатов права голоса. Об этом сообщил спикер Палаты Вячеслав Володин на пленарном заседании. Речь идет о поправках в 45-ю статью регламента Нижней Палаты. В ее действующей редакции говорится, что выступающий не вправе нарушать правила депутатской этики, употреблять в своей речи грубые оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству депутатов Государственной Думы и других лиц. Никто не имеет права лишать депутата слова. Это главная его сфера деятельности. В семье можно лишить слова? Нет. Скажется, АСУ, эту норму ввели коммунисты для того, чтобы пытаться воздействовать на тех, кто их критикует, чтобы не давать возможности. Нигде в парламентах мира я этого не встречал. Это просто дикость, а не норма. Как можно лишить слова? Мы все через Тоборобус за свободу слова. А в России в Госдуме говорят, а мы можем лишить вас. Депутат, не имеющий права выступать, это не депутат, даже не инвалид. Это какой-то чурбан. Он сидит, и он должен молчать. Он не будет сидеть, он уйдет, и все. Поэтому это дикая норма. Мы всегда выступали против, много раз. И будем всячески стараться добиться, чтобы эта норма была исключена. Она не соответствует ни одной конституции. Никаким, так сказать, концепциям. Недопустимы. Нигде, никогда. Мне кажется, даже и в советской власти этого не было. Это наши левые радикалы, экстремисты взяли и ввели. Они вообще сторонники репрессии, наказания, наказания, лишь бы наказать. Но как депутат наказать? Давайте его лишим слова. Вдумайтесь в понятие. Лишим слова. Запретить выступать. И вся история человечества полу. Все выбрасывается в канаву. Нет демократии. Есть вот репрессии, которые как норма заложены в регламенте Госдумы. Так что будем поддерживать. Никакого права никто не имеет. Даже ставить вопросы. То есть слово и право на выступление депутат получил от избирателей. Специально, чтобы он, находясь в Думе, в любом парламенте его уровня, выступал, критиковал, доказывал и так далее. Если кому-то не нравятся чьи-то суждения, ну тогда не надо приходить в парламент. Дома сидите, наденьте наушники, колпаки и не высовывайтесь. В парламенте обязательно должны идти дискуссии, обсуждения. И обязательно разные точки зрения. Но коммунистам не хочется разной точки зрения. У них одна партия была. Так она, эта партия, осталась в голове. Это они создавали такой регламент. Будем с удовольствием поддерживать и дальше искать, так сказать, те нюансы, которые мешают сделать наш регламент самым демократическим. А Думу самым демократическим парламентом мира. Это программа «Молния» в прямом эфире. Мы продолжаем. Когда мы узнаем о том, что стали наследниками квартиры, дома или земельного участка, мы, конечно, очень рады. Однако мы понимаем, что необходимо правильно принять наследство, чтобы в дальнейшем не справлять допущенные ошибки. Вот тогда-то и возникают вопросы, на которые мы иногда не можем найти ответа. Но сегодня в нашей студии юрист, специалист по наследственному праву Ирина Романова. Здравствуйте. Ирина, здравствуйте. Я думаю, что вы сегодня сможете ответить нам на многие волнующие вопросы относительно наследства. Во-первых, хочется сказать о том, что сейчас очень популярно публично обсуждать звездное наследство. Хочется спросить, наверняка же есть профессиональная этика у юристов. Должны ли юристы, нотариусы разглашать, скажем так, сведения своих звездных клиентов? Да. Начнем с того, что нотариусы вообще не имеют права разглашать какую-либо информацию. И только после того, как, смотря что оформляет человек. Если завещание, например, и потом завещание оспаривается в суде. И естественно, что здесь такие процессы идут зачастую с разглашением информации. Но у нас в перспективе намечаются изменения такие законодательства, когда обяжут всех участников сделки. Либо это будет завещание, это односторонняя сделка. Либо это будет в дальнейшем договор между наследником и наследодателем потенциальным. И нотариус. И они должны будут подписать соглашение о неразглашении. Такое в перспективе ожидается. Поэтому у нас право развивается. И двигаемся, как бы сказать, что в перспективе все это будет, естественно. А как часто вообще завещание оспаривается в суде? Или это постоянная практика? Это постоянная практика. Зачастую наследники, которые имеют право, например, надеются получить по закону наследство. Это наследники первой очереди, зачастую дети, родители. А собственник, например, завещает квартиру третьему лицу, например, своей подруге. То есть он имеет это право сделать, если, конечно, имущество не в совместной собственности с его супругой, например. И тогда начинается, естественно, судебный процесс. Наследственные войны. Да. Наследственные войны начинаются. И люди доказывают различные обстоятельства о том, что наследодатель был невменяемый. Либо другие какие-то вопросы признают. Либо обязательную долю иждивенцами себя признают. Здесь различные ситуации в судах могут быть. Еще нюанс в том, что наши суды обязаны рассматривать все заявления, поступающие к ним, какими бы они ни были. То есть если человек считает, что его право нарушено и имеет какое-либо отношение к наследнику, какое-то родство у него есть, да, или к имуществу, к его, то, соответственно, он может подать заявление в суд. И суд будет обязан рассматривать это дело. И какое уже будет решение, выносит уже суд. Но 1 сентября вступили в силу поправки в Гражданский кодекс Российской Федерации, меняющий порядок наследования имущества умерших родственников. И появляется такое понятие, как наследственный фонд. Да. Что это? Наследственный фонд это очень такой объемный раздел будет, потому что здесь появляется какое-то юридическое лицо. Да, появляется юридическое лицо, некоммерческое, это будет фонд. Соответственно, учредителем фонда будет наследодатель. То есть и в завещании, когда он составляет у нотариуса это завещание, обязательно должно быть его волеизъявление на создание данного фонда. И уже после смерти наследодателя нотариус обязан, уже нотариусу больше полномочий передается, нотариус будет обязан подавать в регистрирующий орган о создании юридического лица. Естественно, что должны быть все учредительные документы, такой как устав должен быть. Этот фонд будет обладать управляющими, то есть, соответственно, будут люди, которые будут там работать. А вообще, а для чего это все? Зачем все так усложнять? Для управления имуществом. Здесь не берется в расчет среднестатистический россиянин, потому что это больше создано для богатых людей, у которых бизнес, активы, у которых функционирует деятельность, доходы большие. И также это создано в целях того, чтобы имущество оставалось все-таки в Российской Федерации, потому что офшорные вот эти вот компании, потому что там трасты приняты за рубежом. А у нас пока что до траста мы не дошли, и поэтому вот создаются наподобие таких трастов фонды. За исключением разницы в том, что только после смерти наследодателя вот эти фонды наши будут создаваться наследственные. Я так понимаю, что управлять этим наследственным фондом только вот может юридическое лицо, да? То есть это право никому нельзя будет передать? Нет, нет, нет. Управлять будет этим фондом орган управляющий, который будет создан в этом фонде. А фонд это идет юридическое лицо. А есть еще выгодоприобретатели, которые, например, при ликвидации фонды создаются либо для достижения определенных целей, либо бессрочно. Вот. Если, например, фонд выполнил свою функцию по управлению имуществом и уже достиг своей цели, то, возможно, его ликвидация. И вот все имущество, которое остается после ликвидации, оно уже переходит к наследникам. В вашей практике еще этого не было? Нет, это не было. Я думаю, что пока что не только вступила в силу, пока еще не было в моей практике такого. Но я надеюсь, что все будет, потому что очень интересно было бы поработать с этим. Но также в следующем году появится такое понятие, как наследственный договор. А это что? Да. Наследственный договор – это двухсторонняя, получается, сделка, которая удостоверяется нотариусом. Может выбрать настрелодатель. То есть при жизни заключается договор с человеком. И, возможно, в договоре какие-то условия быть прописаны. Например, какие? Помогать, ухаживать или какие-то другие условия. Может быть даже завещательный отказ, либо возложение указано в этом договоре быть. То есть наследник должен будет выполнить, например, какие-то обязательства перед наследодателем. То есть просто так не получит наследство, пока не выполнит обязательства по договору. Да, это договор. Соответственно, получается, там есть обязательства у обеих сторон. Ну, естественно, этот договор также может быть отменен, расторгнут по различным основаниям. Кто-то не выполнил обязательства, кто-то... А как потом доказать, что не выполнены обязательства? В основном такие... Потому что мы же понимаем, да, что, как правило, составляет... В судебном порядке. И наследство уже человек, который, как правило, наверное, болен, да, или не в состоянии уже, скажем, там, что-то делать. Может быть даже признан недееспособным. Родственники, например. А если он признан недееспособным, у него должен быть опекун. Поэтому опекун будет этим вопросом заниматься. Зачастую бывает, что родственники появляются, например, другие, и они уже по доверенности действуют в интересах этого человека, наследодателя потенциального, и в суде защищают его интересы по расторжению этого договора. Но основания могут быть совершенно разные. Невыполнение обязательств. Это все подтверждается документально. Например, покупка продуктов. Нужно сохранять всегда документы, чеки. Свидетельские показания также могут подтверждать о том, что выполнено или нет обязательства. Кто же это все будет сохранить? А вот это вот и нужно делать. Когда заключается договор, я всегда советую своим клиентам сохранять как можно больше документов. Потому что в суде простые слова... Чтобы проще было доказывать. Да, всегда должен быть документ на любое действие. Это будет тогда намного проще жить. И срок исковой давности 3 года, и вот 3 года хотя бы хранить эти все документы. Или бы на срок действия вот этого договора. То есть у любого документа, в принципе, есть срок давности? Нет, есть срок давности по требованиям. То есть 3 года срок исковой давности. Но если договор действующий, то, естественно, он и срок давности будет, пока он действует, то есть этот договор. Ну и, кстати, еще одно нововведение, так как супруги получат право на составление совместного завещания. Это что за нововведение такое? Это нововведение будет, естественно, как и договор, вступает в силу с 1 июня 2019 года и позволяет супругам совместно составить завещание у нотариуса. Это сделано с целью того, чтобы... Это же, скажем так, не Шекспира, а Джульетта, что они умерли в один день. Для чего это составляет? Даже если они умирают в разные дни, то завещание остается в силе в данном случае. Это создается для того, чтобы при наследовании наследниками имущества супругов уже было определено, то есть не было вот этих вот путаниц с выделом доли в совместно нажитом имуществе. То есть супруги уже при жизни договорились, кому они что завещают. Вот. И если один из супругов умирает, то такое завещание, оно продолжает свое действие. До тех пор, да, пока второй супруг... Да, не умрет и все. Об одностороннем порядке это нельзя отменить. Это для этого и создано. Потому что очень часто, например, супруги в браке нажили квартиру, а потом один из супругов умирает, а другой не вступает в наследство, и начинаются дети, например, делить это имущество. А у супруга оказывается еще там внебрачный ребенок, который тоже заявляет права на это имущество. То есть и внебрачный совершеннолетний ребенок, потому что у нас есть еще иждивенцы, и обязательная доля в наследстве, это уже отдельная как бы тема. Вот. И это чтобы было проще, чтобы было все более прозрачно и понятно. Вот. Еще такой нюанс будет, что нотариус будет осуществлять уже видеофиксацию сделки, но с согласия всех участников. То есть совместное завещание будет, например, уже под видеокамерой. Чтобы избежать фальсификации, да, и подделки документов. И чтобы избежать в дальнейшем судебных тяж на основании того, что человек был невменяемый, или был в состоянии алкогольного опьянения, когда подписывал документы. То есть когда родственники начинают судиться, они используют все возможные способы, чтобы обогатиться или доказать свою правоту. Даже идут во вход вот такие вот доказательства, как невменяемый, сумасшедший. Справки предоставляют из психоневрологических диспансеров. Вообще вот в вашей практике были случаи пропажа завещания? Пропало завещание? Смотрите, вот сейчас еще пока нет такой базы единой по завещаниям у нотариусов. Поэтому если нотариусу известно, например, место жительства наследодателя, он обязан его известить, когда открывается наследственное дело. Но насчет пропажи завещания в моем, ну, такого не было, потому что у нотариусов хранятся, в принципе, документы в архиве, всегда можно истребовать. Но вот здесь вот возникает коллизия в плане того, что у какого нотариуса открыто дело. Так как нет единой базы электронной по завещаниям именно на данный момент. Есть база по наследственным делам. Можно, например, по Москве, если приходишь к одному нотариусу, посмотреть, открыто ли уже наследственное дело. То есть он тебе говорит, идите к тому нотариусу, где открыто дело. Потому что наследники могут жить в разных районах, и не общаться друг с другом, и не знать, где открыто дело изначально. А вообще на каком этапе нужно вообще составлять завещание? Что мы можем посоветовать? На любом этапе люди могут составлять завещание по достижении полной дееспособности, начиная с 18 лет. Уже можно составить завещание? Да, да. Когда человек становится дееспособным, уже можно составлять завещание. А что нужно для этого сделать? Обратиться к нотариусу, и в одностороннем порядке можно составить данное завещание. Это односторонняя сделка. Так, требуется ли какая-то госпошлина? У нотариуса, да, есть госпошлина, но это не госпошлина, это вот именно нотариально оплачивается взнос такой, и он стоит достаточно, ну у разных нотариусов по-разному, я думаю. От тысячи рублей, я думаю, завещание, может даже больше. А если захочется изменить какие-то пункты положения в завещании? Человек может по своему усмотрению даже не то, чтобы просто заменить, а более позднее завещание у нотариуса составить, и, соответственно, старое завещание теряет свою юридическую силу, то есть прекращает свое действие. То есть, в принципе, в любой момент можно прийти к нотариусу и переписать завещание? Да, переписать завещание, либо отозвать старое завещание. Должны ли присутствовать свидетели при составлении завещания? Не должны. То есть это нотариус и... Нотариус и человек, который хочет составить завещание, здесь свидетели как бы не нужны, вот, в данном случае, если просто составляется завещание. Ну, обычно у нас по практике люди знают, которым завещают имущество, среднестатистический россиянин, он знает, что ему вот в дальнейшем завещана такая-то квартира или машина, поэтому проблема не составляет получить наследство в будущем, потому что это уже больше из роли там очень богатых людей, которые получают из фильмов. Вот это то, что как бы я не знала, что я получу наследство, и тут мне звонит нотариус, и... Но в любом случае везде нужен порядок. Конечно. Ну что, спасибо вам огромное за ваши комментарии, Ирина. Спасибо вам за приглашение. Мы ждем вас в следующих наших программах. Это была программа «Молния». До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...